начал запись на youtube или куда-нибудь мы справились форма очень важно все ребятки я вот прям первый раз играю поэтому вся надежда на вас ребят всем привет ни с кем не поздоровался практически вот просто в режиме аврала ну артемикус вы просто спасли спасибо вам я записал а правша и левша господи и биржа правильные ответы на вопрос номер один это правша и левша памятник правше подковавшему имплазорию туфельку по статистике правшей среди людей большинство вопрос номер два в 2017 году а нет это было в 2018 в 2018 году организаторы необычного шахматного чемпионата вынудили обе стороны поочередно использовать одно из таких и обе стороны это привело к поражению в соответствующих встречах верно ответьте двумя словами начинающимися на одну и ту же букву что мы заменили словами такой и она ребята пока я еще не вникаю надеюсь на вас я еще вот окошечко наложу xx сюда вот так чуть-чуть так картина просто чисто спортивного чекака да так какое-то время то есть тут они типа перепутали время перепутали год то есть кто-то меняется что-то заранее непонятное не точно что-то красная карточка красное время так ребят я еще по форме кировка были не еще без идей 15 секунд восточное время летнее время до летнее время не знаю не знаю так все ребят я включился правильный ответ неправильное начало неверное начало и другие с анонимичные ответы дебюту выбирают организаторы иногда они выбирают и так называемые неправильные начало редко встречающиеся дебюты чаще всего приводящие к проблемной для разыгрывающего позиции они решили заставить разыграть сток лишь и кому-то дебют гроба в результате обе программы проиграли свои матчи за белых в этом вопросе мы тоже подсунули ведущему неправильный год так что он изначально прочитал вам не совсем правильное начало вопрос номер три в одной из своих песен рок исполнительница фрэнсис квинлан рассказывает как издалека отличает птиц от летучих мышей птицы в полете похожи на маленькие вторые а летучие мыши на кусочки третьей назовите вторые и третью время пицца кто-то на что-то похож до летучие мыши на кусочки третий вот а кусок пиццы на блин так летучая мышь птица похоже на галочку на маленькие на маленькие вторые летучие мыши на кусочки третий как планета от солнца запятые а кусочки 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 вот тут что-то должно быть такое попу попу точки вторые и третью . запятой типа точки и запятой но нет они не похоже вообще не похоже про одежду плащ пирога 3 3 блин старые и 3 цифры итак рифма блин вторые эти галки короче пишу . . и запятую пока так напишу ребят ножницы и бумага бачки считать что издалека птичьи крылья напоминают галочку или ножницы и правильную форму ли бриллиан образуют триаду с камнем камень по-английски рог так что он вопросе тоже так все ребят я настроился на вопроса различных вариациях сюжета фигурирует камень гвоздь пуговица полено и конечно x существует древнее гадание в процессе которого используется все ребятки я собрался открою себя . это было нервное начало сложная сложная сейчас так вот такой рун и помню херун икса икс это мужской рот икс мужской рот всегда топор точно ребят короче x это мужской рот альпы это женские я недавно узнал где делюсь с вами колода а x акция ни хера себе вот это закручена да ребят нет ну тут топор туда же я беру секунд x альфа это база до для кого как топор сюжете европейских сказок где путник хитростью выманивает у жадных хозяев различные продукты фигурируют самые различные предметы у нас же известна сказка каша из топора в гадании используется не карточная колода а большую муханов первый вопрос ответили 2 3 нет но были близки вопрос номер 5 из-за санкций футбольные команды из белоруссии должны проводить домашние еврокубковые матчи вне страны говоря об этом ярослав писаренко предполагает что белорусские команды любят их назовите его время так как я дома далеко какие-то путешествия какие-то его мужской рот автобус любят его должно быть астроумно да должна быть какая-то шутка поля чё поля и меня его он автобус автобус до автобус хорошо да тактика автобус играть в автобус но это как бы как будто неплохо переигровку нет мужской рот ребят мужской рот видим законный так напишу автобус автобус по моему елисей секунд не обучали сердце скипали они же просто играют среди на тоже может быть да но тут согласен в смысле не женский газон правильный ответ автобус хорош нынешней ситуации белорус проводит еврокубковые домашние матчи в венгрии доехать туда напрямую можно только на автобусе автобус это также сверх оборонительная тактика когда команда в полном составе нацелена исключительно на оборону собственных ворот такой стиль игры присущ и белорусскому футболу отлично все прочитано 6 недавно один креативный фанат с помощью красной изоленты и сделал из первого второй назовите 1 и 2 каждые двумя словами слаг делал какой-то да он добавил цвет красный да вот только куда плак польши и плак россии из первого 2 то есть куда-то нужно добавить красный цвет чтобы получилось чтобы получился другой флаг флаг грузии по груди и чего он сделал его из англии все точно флаг англии и грузии хорош хорош а грузинский флаг это как английский только с крестами еще флаг эстонии флаг россии и он из красной изоленты просто добавил кресты они довольно узкие небольшие как раз изоленты в один слой добавляется ночью супер супер 15 секунд голгами гол плюс плюс но сложите вы изоленты не сделайте сердце герб будет непросто правильные ответы на вопрос номер 6 флаг англии и флаг грузии роз перед матчем между грузии и португалии в рамках евро 2024 один англичанин креативно решил проблему с отсутствием у него грузинского флага и наклеил четыре маленьких красных креста на англии с детства за грузия продолжили тему футбола спасибо номер 7 в сатирическом стихотворении высмеивают известного политика в переводе на русский получилось что тот состоит из азарта и сала в какой стране родился этот человек что затем из португалии ребяточки поясните вижу что вы уверены салазар ага целый азар кураж это азарт португалия хотя мы к вам добрый вечер да 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 португальский диктатор был да вроде вроде был так мы все ребят я успокоился вроде мы это все все организовали я не однажды будет так не просто как зону подключиться так тут 222 ошибки у нас было вначале танки то вопросы были непростые хотя каменом сумма у нас разгадали часть с лизарины с гарри поттера с лизарины то салазар да это так работа зиму да для которого отдельно газеты печатали да есть такая штука португалия португальский поэт песоа не очень любил португальского диктатора салазара в одном из стихотворений он даже высмеял его фамилию ох господин салазар то есть инди ох господин салазар то весь из сала да из азар то ну такой себе подпал да вот так это сделать этого вопроса вам нужно сделать креативный ход на одной картине мальчик соревнуется с девочкой в перетягивании каната мальчик побеждает и даже делает это какие три слова мы заменили словами делает это время дергать на косичку неплохо креативный ход а я вас не очень понимаю в чем наш креативный ход в чем здесь креативность канат косичка мне не очень нравится выходит из плоскости так представили одной рукой канат другой косичку но вот чё-то блин не знаю нужно что дергает за косичку дергает за косичку из плоскости хорошо так выходит за рамки за рамки все выходит за рамки выходит за рамки правильный ответ да с бенсе очень вы мне подсказали правильный ответ выходит за раму не зачет выходит из плоскости вопрос номер 9 в советском лагере подобного действия не требовали но один человек хотел чтобы русские арестанты не украли обувь ответьте достаточно точно что он сделал на валенках время дырки что-то нарисовал подписал пометил подобного действия не требовали не требовали то есть как где-то где-то требуют пришел шнурки привязал советском лагере подобного действия не требуете подавать шнурки да как и крылья шарится так почему достаточно точно но да что-то подобного действия прибивали к полу не собственно где-то требуется короче написал ссср приковали клал гвозья зачем красть болеем не знаю спал в них давайте напишем спал в них 15 секунд давайте еще обрезал но что-то и поснимать обувь но спал в них как будто хорошо правильный ответ нарисовал шестиконечную звезду за счет нарисовал или изобразил желтую звезду звезду давида считается или магин дави советских лагерях евреям не нужно было носить желтую звезду осознанных был распространен антисемитизм валенки активно крали но ярые антисемиты брезговали обуви евреев некоторые заключенные этим пользовались и умышленно делали пометки на обуви жесть ну и дела ребят джон диринг добровольно хотел решить проблему служителя фемиды ройландса когда с дирингом было покончено пресса писала что у невиновного человека появились они события британского романа 1920-х году показаны ими назовите их двумя словами время глазами кого-то хорошо так то невинного человека появились они глазами гарпа что что убийца глаза убийца появились глаза убийца глаза убийца хорошо да глаза убийца покончено пресс писал что невиновного человека появились они глаза убийцы так роман мир глазами гарпа мир глазами гарпа а кто такой гарп от глаза гарпа глазами очевидцев так хочу за роман блин блин очевидцев или 15 секунд убийцы убийцы до убийцы мне кажется на масс правильный ответ глаза убить и убийца диринг захотела дать свои глаза для трансплантации слепому адвокату операцию сделать было нельзя зато ткань роговицы диринга была пересажена четырехлетнему ребенку далее будет спойлер в романе агата кристи убийство роджера экрейда убийцы оказывается раскачет на этом закончился первый тур сейчас будет шестиминутный перерыв ну как-то мы взяли но это просто глаза убийца хорошо звучит что типа у невиновного человека но что-то там прямо это собственно это формат вот как мы играем человек от искусства ухода просто блин спортивная чека так а как нам посмотреть нашу таблицу как это еще работает таблица игры результаты игры недоступны а все режим интриги так а а у ребяточки но все в общем то отлично сыграли отлично по-моему сыграли как вас дела я просто я включаю значит 3 начинаю выводить зум на экран а зум блочит всю трансляцию ну то есть у меня просто белые белые пятна вместо вот этого всего что вы видите на экране вот и умные люди подсказали что нужно зум не приложение открывать а в браузере и тогда все сработает и она все сработало зашел на фразе отлично мнение мы только начали мы только начали иглась нет ничего себе какие люди а мы первый раунд сыграли и сыграли хорошо сейчас вот я не знаю сколько будет еще раундов но еще дофига вопрос сегодня будет чгк будем играть в расшива почему так странно читают вопрос стандартная читка спортивного чгк так что вполне стандартно вот сюда выйти за рамки это бы очень круто натали а прямо мы через несколько пасов бэнкси выйти за а до этого было типа выйти из плоскости но в общем все это так или иначе дает результат так ребят я как футбол смотрю теперь как играют московские бегемотики сейчас на финал сезона и я просто обновляю таблицу квест-плиза и как футбол смотрю вот прям вообще рекомендую вот ребята идут на в пятом месте после двух раундов очень круто войдут в первый топ-15 это будет мега результат ну слушаю круто круто хорошо идут в общем держим кулачки за бегемотик держим кулачки за тех кто сегодня играет финала москва питер вот ребята люди и в общем все наши подписчики это как бы не те же люди писали комментарии что сегодня будут играть на стрим не смогут прийти у нас тоже воскресенье финал кп казахстан в общем-то да да сезон финалов дело такое дело серьезное городе финал попасть не получилось очень обидно хорошо что к нам попали так тангеса ладно сыграем в таймгеса после человека вот это вам мотивация остаться на человека будем все не играть в рост и ловки чгк реально соскучился давненько мы с вами не пробовали у нас все беларусь и азербайджан ну реально да ты где-то штука так затягивает и даже формате стрима я вижу как вы прямо просите говорите давайте тангеса я сам сегодня не ожидал чтобы и стрим я вообще хотел завтра поиграть в сквиз там еще во что-нибудь заказу на сайт сквиза у них онлайн только в субботу от субботы не могу по времени во сколько будет тангеса посмотрите значит еще где-то часик на эту игру еще полтора часика на чгк а там и тангеса подойдет в общем не спешите ловки нырит завтра казахстане выходной так что в общем да мы как-то на кп на перерыве залипли в тангеса вот это я понимаю уровень история значит я тут ходил играть в дружественную команду господина панасоника с нашего стрима в видео а до этого я как вам рассказывал учил флаги стран но я их только начал учить я успел выучить европу азию и африку вопрос по африке на физиуме я взял а значит спрашивали про то какому какой стране относится остров моет вот я знаю я буду я даже знаю как флаг выглядит там большими буквами написано моё ты до морских конька вот но центральную америку как от северную вообще всю америку я не учил а там были спрашивали вопрос по центральной америки это капец короче вопрос про то значит плак где две синие полосы символизирующие атлантический тихий океан белая полоса символизирует сушу а в центре 5 вулканов символизирующих значит доброе отношение с соседями вот и я понимаю что блин там четыре таких страны с одинаковым флагом с такой же фигней вот и в общем то а там изображены 5 вулканов 5 вулканов которые символизируют дружбу а на самом деле подходит и никарагуа и сальвадор потому что и там и там вулканы и там и там какой-то фригийский колпак и там и там треугольник и там и там такие же цвета и в общем там все одинаковые просто чуть чуть по-разному нарисовано гондурас не подходит у гондураса птичка нарисована там там нету этих сейчас расскажу вот и этот ответ был на первое место кинал эквизиума я такой были вот в общем не взял не взял так делите мультики происходит мы вообще здесь есть нет а ребят мне зачем ребят все я попросил чтобы мы были в незачет и все все да у гондураса 5 звезд на флаге а еще есть никарагуа сальвадор коста-рика и гондурас еще какая страна там вот и мало у гватемала да там птицы красивые сидит сандалии от лапаса техаса 54 дальше проходят сандали постоянная планка psvrt 59 дальше проходит psvrt зайчатки разума беспредел 6 6 дальше проходят зайчатки разум дважды два человек наук девять хераси 9 по 9 баллов у команды да кто вы такие и аистерия мухомора на обед 7 6 дальше проходит сколько у нас баллов у нас по моему 7 получает команда повезло и жарен сезонные грибы и они проходят в топ 1 4 и так в 1 4 схлестнуться сандалии против команды повезло psvrt против зайчатков разума как не финал брейнбою было прикольно было интересно неплохой формат и вопрос прикольный в общем целом классно переключать так в разделе мои ответы я задаю вопрос номер 11 не знаю как это работает вопрос 1 поехали не сильно опоздали у нас только 1 прошел все в порядке чего так вопрос уже есть в одном фильме японец включает магнитолу когда утром едет на работу какая песня 1960-х годов звучит в это время и вопрос номер 11 в одном фильме японец включает магнитолу когда утром едет на работу какая песня 1960-х годов звучит в это время время стейн и лайк что-нибудь такое биджистом 60-х годов японец магнитола едет на работу токейский дрифт элвис он в америке да может он в америке да скорее всего норвежский лес что так поясняется ребят что-то сложно битлз какая песня то обе генджа пейн может быть так киркан за сам так ребят напишите ответ какой-нибудь который норвежский лес что пишу наверсткий лес я просто не понимаю что это а мураками и битлз 15 секунд дарри грейс here comes the sun блин почему что-то непонятно я вот не могу уловить праздник сам блин что-то с работы должно быть дом восходящего солнца за счет the house of the rising sun так блин было было димом бендерсом на зимса кто-то писал а вот классов за разница собственно вопрос номер 12 внимание на экран скандара подознал мое почтение герой фантастического произведения скитается и не может нигде осесть в показанном вам русскоязычном акрониме которым мы назвали героя третья буква расшифровывается как времени напишите как расшифровываются три другие буквы время не может нигде осесть с китайцем типа бомж ну да должно быть что-то такое без определенного времени жительства до а без определенного времени без определенного жительства до напишите как расшифровываются три другие буквы все это целый добрый вечер а логин рис да я первый раз играл в рейнбой прям самый первый раз но был прикольно да он путешественник во времени и в общем с китайца не может выбрать время в котором будет жить ух ну и вопросики мы попросите 15 секунд отсчет в виде флага румынии или чада я как человек который учил флаги говорю что чад имеет ровно такой же флаг как румынии просто 1 1 а еще у андорры и у молдавии про же самое только с определенного жительства скитаться можно не только в пространстве но и в руках вопрос номер 13 по предположению ученых концепцию ее известный древний грек выдвинул из-за того что страдал шумом в ушах назовите ее двумя словами время ракушка теория струн концепцию и и да это как типа камера обскор и что-нибудь такое теория струн а почему что он в ушах как это работает типа звук пещеры платона на теория струн как будто неплохо а спустим может быть запросто но блин гравитация белый шум и и она все она теория они бы там были давление меняется и шум в ушах давление меняется ракушка уж на рак но не отсутствие концепция тут концепция ракушка и моря врач теория струн то шо мне кажется норм концепция круглой земли правильный ответ музыка сфер зачет гармония сфер античное учение о музыкальном математическом устройстве космоса первым кто выдвинул такую теорию считается пифагор вопрос номер 14 книги о гарри поттере издавались в разных странах с определенными мерами секретности в итоге одна из частей стала первой книгой пропуск попавший в список бестселлеров франции напишите пропуск пропуск время пропуск пропуск два раза снова должна пропуск повторится на английском на английском на английском а книга на английском и на английском короче и на английском но я хочу по-русски я думаю нормально английс написать по-английски in english все господи как сложно вот тут ответ in english то есть нужно написать по-английски по-английски это будет in english лететь колотить ну и двух сушки теория сфер визу ребята пишите я не знаю как такое принимать правильный ответ in english без неверных расширения ребят вы поясняйте свои ответы а то вы написали такие нынглиши и такой типы еще на иностранном языке написанная на любом иностранном языке процесс перевоза начинался только тогда когда книги уже вышли на английском языке фанаты из не англоговорящих стран приобретали оригиналы английское издание книги гарри поттер и орден феникса стало первым ребят это не не россия читает это так читает вопросы где другие языки кроме родного не очень-то любят а уж английский особенно вопрос номер герой одной песни поскальзывается хотя мечтает улететь героя убеждают что небо принадлежит к святым и ангелам а не им в произведении французского набилиата монах исправляя свою ошибку превращает их в людей ответьте одним словом кто они время мечтает улететь но его принадлежит кому-то там наверху превращает их людей людей кого-то из них превратили возможно а потом и превратили обратно снежинки педвины айски айски звезды ангелы а исправляя свою ошибку а животных это может типа созвездия какие-нибудь ребят великаны франц пингвины какие-то пингвин поскальзывается хотя мечтает улететь пингвины пингвины а честно 15 секунд кто пингвинов людей превращал зачем да ребятки подтвердайте вопросы потому что что очень смысл ответы очень сложно правильный ответ пингвины пингвин мечтает летать словно чайка и даже покоит чемодан но пингвин не может никуда улететь с родной земли кстати песня папа пингвин представляла люксембург на евровидении 1980 года и остается популярной и в наше время в романе анатолия франца остров пингвинов монах по ошибке крестил пингвинов вопрос в окей окей услышав во время работы странный звук ремесленник из одного произведения пошутил что пропуск сидит дикая баба пропуск присутствует в названии романа второй половины 19 века заполните пропуск двумя словами на дне 19 век на дне хорошо дам что это за прикол такой типа услышав во время работы странный звук ремесленник из одного произведения пошутил что на дне сидит дикая баба это чё это такое вы чё ребят что значит так чего присутствует под водой так и над ней это пьеса так под водой под водой под водой значит да роман ну да над ней под водой это типа сколько там ле под водой мы про это говорим до 2000 я забываю время сколько ле под водой поэтому не говорю под водой сидит дикая бабушка но это такое ладно давайте сейчас нам это секунд так так но вроде нормально больше чем на дне ну да не понимаю правильный ответ в мехах кузница венера меха из кузнечных мехов кузнец пошутил мол дикая баба фыркает леопольфон захер мазох автор романа венера в мехах родился на 20 лет раньше франка в лимберге то есть львове а франка кстати во львове умер вопрос номер 17 герои написанного в 1975 году романа олега куваева территория подвергаясь смертельной опасности ищут золото на колыме биографы куваева утверждают что упомянутая в заглавии территория аналогично ей из несколько более раннего произведения назовите ее одним словом дорадо и атлантида зона плюс а зона зоны с просто зона хорошо до пикник на больше не раньше был но зона норма да несколько более лет назад ну да но тот типа зоны из сталкера да и но пикник на обочине и 8 вот этого территория как раз такого такие же имеют свойства скажем так как будто нет несколько более раннего произведения прямо вот есть книга пикник на обочине есть фильм сталкер правильный ответ зона зачет точный ответ параллель между территорией и зоной из повести братьев стругацких пикник на обочине злоба зона особенно уместно в описании местности связанной с коломой 18 один из видов диких пчел был описан после изучения икса дятла некоторые дятлы выдалбливают для игреков специальные кладовые назовите x и y предположительно родственными словами помет и помет 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 очень хорошо вау альтервистер положительно разными словами да очень хорошо переп черепаха хоростону чуть похуже чем помет и помет изучение помет можно изучить клюв перья до помет белки и белки белка дятла для игреков специальные кладовые для белок белки и белки тоже хорошо изучение белка дятлов игрек это мужской род белок да и бел белок и белки короче да помет под игрек не подходит не подходит y это он же тоже 15 секунд белок и белки понимаете не должно быть два одинаковых слову помет и помет блин правильные ответы это желудок и желудь дикие пчелы живут в дуплистых деревьях где их периодически едят дятлы один из видов пчел даже был идентифицирован по найденным останкам в желудке дятла желудёвый дятел запасает пищу выдолбливая мини кладовые емкостью 1 желудь по одной из версий желудь и желудок это родственные слова номер девятнадцать в одном романе человек по фамилии я сука по аналогии с известным соотечественником носил прозвище такой ростовщик в дом я суки было крайне сложно проникнуть гору какое слово заменено словом такой время слепой почему-то дамору сложно проникнуть слишком низко слишком темно а если он слепой тот там темно до слепой 100 ерла вот слепой тепло там нет темно но еще такое а чё он известный соотечественник а окон нет все да это хорошо фильм есть не душе блин ребят насчет это очень сложно я не знаю как отыграть у акунина был я сука собачий ростовщик 15 секунд мне нравится слепой что локом нет я не знаю я не были собачий были но не знаю собачий я не понял почему получил за любовь к собакам а там много собак меньше чем людей так что его дом и двор охраняла огромная свора всего известный соотечественник я суки собачий сёгун давать у на юсе все ребят мое мое вопрос номер 20 для поддержания имиджа производителя самых безопасных автомобилей компания вульва основала клуб авиаторов какое слово мы заменили в этом вопросе время вызовших это красава нет заменили блин это что-то вот против безопасных тут то что вы выжившие не нас не заменили тут нету перед авиатором 2 фильмы стекла ладно вы жившие да я я понимаю что это два фильма декабря я просто понимаю где-то слово должно стоять самых основала клуб клуб выживших а не авиаторов а все авиаторов заменили на выживших батюшки мои 15 секунд правильный ответ выживших зачет точный ответ volvo save my life club объединяет водители полива но внимание у производителя к безопасности название одного фильма с леонардо дикапрёв главной роли мы заменили на название другого ребята настолько эти вопросы выбиваешь я даже не соображаю так выживших но я думаю что нам тут это подряд это подавно засчитать да а мои ответы так выживших засчитали так второй тур посложнее конечно дался за собачий до блин золоте желудок миха так а вопрос до хера еще 40 вопросов ребята вам нравится вот это вопрос для меня это ну тумачка не знаю белок дятл мне не нравился потому что слишком мелко организованная форма да прикольно супер это же кайф это новый мазохист и капец но по и ноги блин жизнь какая-то просто как это играется я я не представляю как такое играть ну когда вас там 6 человек я признаю такие команды знает таких людей которые ну типа говорят да чё там есть вопросы с эксами и заменами бесит вообще все эти вопросы да да я ну я я очень не люблю спортивный человек за иксы и замены нормально размяться после финала кп она ты вопрос почему чеки когда-то самые сложные нужно только к замену я согласен что тут конечно вопрос тоже насмотренности ну были на меня так это выносит рост я не могу вот обычный человек а я люблю а вот это вот такие очень жесткие рамки по форме вопроса что тебе иногда сложно как-то вот подойти к нему у тебя просто выглядит так очень сложно страшно и не подпускающих себе что думает блин типа тебя просто в ступор берет вот и в общем меня ничего не без кроме того что пока я вижу вопрос время заканчивается тут тут самая сложность это объехать вопрос вот я сюда вот эти позиции капитана у которого задача въехать вопрос и понять чего вообще требуется вот очень сложно ты слушаешь просто какой-то набор букв который читается практически голосом нейросети и в общем прям реально тяжело то есть какая-то нужна ультра концентрация еще и в этих вопросах как-то надо ориентироваться капитана полностью согласен про автобус первый раз слышит но тут это базу когда маурине помогло это термин отойдет недавно или 10 назад что типа когда команда полностью сидит в защите это называет автобусом что типа припарковали автобус возле ворот был такой была такая изначально фраза нужно почаще играть а нужно но хочется ли но не знаю что ты как-то вот это просто знаете но другой уровень тоже но это просто еще другой мир то есть тут совершенно по-другому работает кризом тут очень последовательное отношение и к чека ты тоже тоже очень такое отношение знаете но далекая вот поэтому но блин я как-то вот к обычному человека у меня больше душа лежит играли это вчера опуске пингвинов не взяли но выиграли сезон легата вау круто не подсказываете нам но вы не подсказываете но будьте с нами сушить круто просто тактальные заменами редакторской импотенция согласен согласен мне кажется ритон доброго вечера вам мне кажется это можно нормально как-то переформулировать чтобы было вот ну чудо видно шаблон вопрос 16 веке они были тем кого x представил во втором назовите его тремя основами начинающимися на букву вот этого прям пасказ кивич вы просто поняли эту жизнь запросить quiz please please совсем завтра наверное не смогу вот не знаю не знаю боюсь что вообще в этот уикенд как говорится не смогу поэтому сегодня провожу стримчик а что там сипквизе что там такого крутого расскажите может нас это так заинтересует что я теперь думаю анда сибири коп как это работает 60 секунд есть открытый дивизион в некоторых городах там нет замен почти вопросов а это типа считается нарочитое усложнение да но у нас ссылка на себе секвиз на на сквизе результаты вот они знаете чем не раунд интересные прям подсаживает круто псврт зайчатки разума 77 дальше по дополнительному показателю проходят зайчатки раз дважды 2 витамин 404 86 дальше проходят дважды 2 и айстерия жарен сезонные грибы 88 дальше проходит айстерия таким образом пары полуфинала сандалии против зайчатков разума и дважды 2 против айстерия все остальные могут продолжать бороться за победу с поздном зачете договорились давайте продолжать давайте вопрос номер двадцать один городом-побратимом второго является порту а в одном из парков второго есть скульптура солнечный журавлик мира назовите 2 мегасаки да а второй почему 2 2 1 нет я я не понимаю я не могу курить просто я понимаю ответ но я не понимаю 1 киросима бомбили вторым блин тут настолько доньев в этих вопросах что блин порта потому что портовый тоже город берега океана сидела я думаю так работает у ребятки но слушайте что-то овоща вырубил случайно микрофон города побратимы это очень рандомная штука очень рандомный согласен иногда на википедии открывать какой-нибудь город и там типа побратимы там гусь хрустальный сент-луис и там барановича типа такого правильный ответ нагасаки в 1571 году в город прибыл первый европейский корабль из португалии а в местном парке мира установлен ряд скульптур напоминающих о бомбардировке города 9 августа да журавлики подсказывают это была вторая атомная бомбардировка чем и обусловлена замена вопрос номер 22 в романе космобиолухи растительность на других планетах отличалась от земной и неким людям не годилась привычное прозвище их прозвали живыми а как называется крупнейшее реальное объединение таких людей время веганы хорошо объединение веганы это объединение либо экоактивисты собственно верно да все-таки гринпис хорошо это объединение и типа растительность там была живой что ли что-то типа такое зеленый красный знаете тоже по ощущениям что не нравится ну типа все вопросы просто но стоп они одинакового формата одинаково но одинаковые сложности в общем и просто вот фигачишь людям с клиповым мышлением тяжеловато хочется какой-то сменой автономии вот но это я просто брюшу до правильный ответ гринпис на других планетах растительность была самых разных цветов поэтому защитников природы не стали называть только зелеными обвели универсальное название живые вопрос номер 23 внимание на экран британец бэнкси и изобразил на них дарвина и призыв не верить никому назовите их двумя словами начинающимися на одну и ту же букву большая букву большая буква нам недаром буквы но вообще показали пенсии как рисуется а шеевые пункты шеевые пункты хорошо на одно и то же большие братья монеты он ты правильно банкноты почему дары но типа там не какой-нибудь там монарх big brother большой брат обезьянычная короче фальшивые пункты не знаю я так пишу ребят давайте может еще банкноты пункты правильно инга 3 trust а а доллары тогда какие на бакс две буквы ребят две буквы 15 секунд инга твит раз но с долларами можно до бэнси британец бэнси британец оставляй ладно правильный ответ фальшивые пункты или бракованные банк ну ты вот всегда не пункт отдельные бомбы как вам такое ну он теория чарльза подорвала религиозные устои но вообще ученых встречается и на настоящих фунтах стерлинг на фунтах тот раз вопрос номер 24 в 2008 году друг художника адриана гении предложил ему написать портрет их известного соотечественника друг считал что все ранее созданные портреты специально приукрашивались и имели мало общего с реальностью и люди стали забывать как этот человек на самом деле выглядел назовите этого человека адриан генида но имя как будто итальянская ночь это данте алигерия люди стали забывать так вот значит должны его должны видеть данте алигерия адриана гения чуряля чуршество начался хорошо вообще-то тут как раз румынский плакал подсказывает надо но хорошо то есть стали забывать это значит что помнили знали видели но я адриан хорошее румынское имя гений из румынии вот это я с этим сложнее мне с адрианом проще чуршеску мимо сквн просто мы не смотрим старая мысли плать всегда тут сначала по кроме и потом лак чады не меняется каждый вопрос продается николай чушеску старый имя для румынии портреты генсека проходили жесткий контроль и визировались партии поэтому по словам другого художника чиприана муришана в мире не было хорошего портрета чушеску создать такой портрет муришан и предложил своему другу офигеть дети стали забывать румынского диктатора известная фраза из одного номера квн слова стали забывать намекают именно на нее у чады синий цвет темнее после его успехов в 2014 году журналисты шутили что в россии началась так сказать елизаветинская эпоха догадавшись какое слово в предыдущем предложении мы заменили ответьте кто такой он виктор а хорош были нахренеть быть его ребят я сразу начал думать про олимпиаду но блин когда это выкрутить жесть много спорта да и замен а замены есть спорте вот так вот вся зациклилась не ребят на жизнь если кто-то будет смотреть эту запись на ютубе ребят как вам поделитесь в комментариях нет слушайте вопрос это короткая реально вопрос хорошие не просто очень сложный надо привыкнуть корейцы уникальные индивидуальные 15 секунд хорошая форма при приемке ответов сразу показывает что приняли что приняли выступая за сборную россии название одной эпохи в истории англии викторианской мы заменили на название другой эпохи елизаветинской кухня хорошие нового острова 26 в одном из слов вопроса пропущено три буквы поскольку в одной из версий известной истории появляется тезка главной героини можно говорить о выборе из двух зол чьем выборе время может быть не зол а чего-то другого вот зол да мне тоже зол не нравится ушек 4 что ушек триста на так ушка а золушек из двух золушек так из двух золушек тристан и зольда ответ триста триста в ну в 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 так все мы короче ответ 300 300 выбирает из двух и золь 15 секунд до золочек побольше но тоже прошло правильный ответ тристана в одном из вариантов легенды любивший изольду белоруку не мы тут всем чатом стреляем так что можно сказать что тристан выбирал из двух изольт хорошо вопрос номер 27 в 2010 году состоялась необычная премьера одного фильма один из атрибутов мероприятия был создан при помощи баллончиков с краской баллончики раздавали зрителям и после просмотра фильма о каком фильме идет речь время эти или вопросы про кино получаете один из атрибутов мероприятия был создан при помощи баллончиков с краской прибудет мероприятие показа фирма как анти афиша опять бэнкси граффити какое-то выгод артист 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 черно-белый до красная дорожка а красная дорожка да если они если красная дорожка была из баллончиков или нарисовали выход выход через сувенирную лавку 100 говорят так а можете пояснить в чем там прикол давайте еще 15 секунд 15 секунд про бэнкси если фильм хорошо а это как раз бэнси фильм про бэнкси а правильный ответ exit rusda gift shop или выход через сувенирную лавку премьера документального фильма уличного художника бэнкси о стрит-арте ребят это тематический пакет про бэнкси в районе лондона известным большим количеством граффити и другими произведениями уличного искусства организаторы нарисовали красную дорожку а баллончики которые получали зрители были своего рода сувениром окей 28 ждем мы сипадок в одном произведении герой угоняет космический корабль сатаны однако вскоре в баке заканчивается топливо узнав об этом он материться и замечает что бак немного пополнился топливом которая впрочем сразу потратилась на обогрев корабля после этого герой в отчаянии решает сделать это чтобы хотя бы корабль смог улететь как можно дальше ответьте двумя словами начинающимися надо совершить самоубийство так осуждаем не призывая но ответ хороший поступок не очень типа чем больше грешишь тем больше топлива а это типа смертный грех а на одну и ту же букву в общем за грехи бензин ну там это как гиги за шаги но чуть-чуть по-другому работает чтобы хотя бы корабль смог улететь как можно дальше то есть это значит что корабль без него уже получит поймать покемона 15 секунд поспать полчаса так ну что правильный ответ совершить самоубийство или совершить суицид топливом для корабля служат грехи причем чем тяжелее грех тем больше топлива получается так ругательство привносит в бак совсем чуть-чуть а вот самый страшный грех самоубийства очень много а самоубийца с суицидом можно обманул сатану и в итоге его душа возвращается в тело после чего он улетает на заправленном корабле батюшки ну и движ там у вас вопрос номер 29 критикующая религию книга Филиппа Мюллера в русском переводе называется пропуск счастлив слово пропуск в данном случае означает чрезвычайную степень но на обложке оно разделено на две части которые начинаются на одну и ту же букву видимо чтобы подчеркнуть содержание книги заполните пропуск безбожно да безбожно хорошо безбожно счастлив на обложке оно разделено на две части короче пишем слитно но некоторые вопросы хотя бы я могу их понять и вникнуть и увидев ваш ответ предположить что да он подходит и в общем его берем а некоторые вопросы то есть я смотрю вопрос смотрю на ваши ответы и думаю как это вообще все связано то есть то дело в том что действительно контекста очень много который типа сразу опускается и когда вы пишете этот ответ я этот контекст не вижу вопрос ну по-моему 40 должно быть да ребят кто знает сколько вопрос 30 или 40 а 30 30 по-моему 30 36 так окей так я знаю какую игру в оффлайн я никогда не пойду вы тоже знаете ответ безбожно 4 раунда по 10 4 раунда в современной светской Германии и приходит к выводу что ему без бога живется лучше это и обыграли на обложке разделив безбожно на без и божно предыдущий вопрос был про то как жить без дьявола а этот про то как жить без бога офигеть тут у вас не ну это круто в лондонском зоопарке решили привлечь внимание к причинам вымирания некоторых видов и поместили в террариум пропуск редкого крокодила заполните пропуск несколькими словами слезы горе сумку из кожи редкого крокодила это сильно блин жесть так значит мне обещают что если потренироваться то можно начать кайфовать от вопросов блин что-то еще по такой же логике работает я не могу только вспомнить что типа ты страдаешь а потом тебе начинает это нравится типа втянулся а как отсечь сапоги непонятно но скорее всего тут будет любое кожаное изделие кошелек там сапоги пиво пиво хорошо с бегом тоже да так по-моему работает да нет для меня я сколько раз не пытался начать бегать и ходить в тренажерку вообще не могу вот и потом думать я себя мучаю и не стал больше ходить с бегом не работает сумочку из кожи за счет сумка чемодан или изделие из кожи сумка сделанная из и синонимичные ответы описывающие изготовление продукции из крокодила или его кожи вместо сиамского крокодила сумочка сделанная из кожи сиамского крокодила за последние 75 лет исчезло более восьмидесяти процентов их окна крокодильщики это был третий тур и снова 6-минутный перерыв ну че, ребят третий тур хорошо отыграли как будто давайте еще раз посмотрим мои ответы о, ну мы тут вообще все взяли все взяли ни хрена себе круто все вернуться в игру так, ребятки давайте короткий перерыв я забыл воду принести думаю, что у меня слышат так давайте короче чуть-чуть разбежимся на полтора минуточки я у нас не знаю друзья так что это не знаю как это вернее то их нужно сделать которые не Продолжение следует... 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 итак сандалий зайчатки разума 8 8 дальше проходит сандалия и 299 блин нифига не плотно а у нас 10 в этом раунде за третье место строятся команды дважды 2 и зайчатки разума а кубок разыграют сандалия и айстерия и дар вас как-то на 4 человека играл да как вы обычно любите переходим к решающему четвертому туру вопрос номер 31 считается что шарф определенного цвета которые героиня taylor swift не может забрать после расставания является метафорой и и по мнению исследователя в одной версии известного сюжета и и символизирует бутылка в корзинке назовите ее время так пуповина и не теориально известный сюжет символизирует бутылка корзинки бутылка корзинки но не теориально хорошо типа и шарф можно распустить на нить и бутылка в корзинке я так понимаю что бутылка типа капает нет я не понимаю и теориально она показывала куда идти я никуда возвращаться куда вернулся тогда подходит потому что бутылка капает но и типа вот подсказывает возвращаться куда все ребят вроде она определить цвет назовите ее определенного цвета блин она золотая была по-моему не вернуться из лабиринца красный есть правильный ответ девственность зачет невинность в сказке братьев грим красная шапочка несет бабушке пирог и бутылку вина вероятно тоже красного и предостережение не сворачивать дорожки в лес чтобы не упасть и не разбить бутылочку эрик хром трактует как опасение что героиня может потерять девственность в клипе all to well из альбома red героиня оставляет красный шарф в доме сестры бойфранда и герой надевает этот шар спустя 13 лет после их расставания согласно фанатской теории этот гимн о разбитом сердце посвящен отношением тейлор свифт с джейком джилленхолом вопрос номер 32 в клипе на одну песню жулик сливается с толпой и незаметно обворовывает людей вскоре жулика раскрывают и тот лишается всей добычи первое слово в названии этой песни также является именем так зовут например сотрудницу бутанской полиции и индийского композитора напишите это слово время слово оно же имя раскрывается в прямом смысле жулика раскрывают уолдо уолдо 77 так давайте пояснение чуть-чуть дайте пока есть время калиф на час 77 караул аладдин 15 секунд ахалай махалай да вот это вот лески масяски не знаю ребят но я напишу волдо просто 7 7 пледа не карма карма популярное имя в странах южной азии а упоминание полиции намек на песню карма полис речь у другой песни карма хамелеон группы calche club жулик подобно хамелеону сливается с толпой но разоблачает себя во время игры в покер собрав флэш-рояль не мгновенная но все же скорая карма мкв здравствуйте мы страдаем я страдаю скульптор установивший в чикаго необычную колонну считал что многие высотные здания напоминают ее впрочем основная отсылка может быть и к популярным представителям города и к преступности назовите ее двумя словами начинающимися на одну и ту же букву блин я про тигару подумал на два слова должно быть представить популярный представитель города чикаго это кто ребят высотные здания не преступность это второе почему статус свобода чикаго была лька полная из нас на одну и ту же букву я просто не понимаю почему статус свобода бутылка бутылка бренди может быть бутлегера два слова начинающиеся на одну и ту же букву бейсбольная бита бейсбольная бита супер баскетбольная блин сейчас баскетбол чикаго баскетбольная ладно просто какие еще чикаго как еще за команду бейсбольная бейсбольная бита но бейсбольная бит хорошо да из бейсбольная правильный ответ бейсбольная рожда а чё за команда в чикаго характерно высотная архитектура редсокс или бейсбол лобни в городе базируются две команды хэпс и более знаменитые white socks white socks кто-то впрочем усматривает схожие скульптуры с полицейской дубинкой но и бейсбольная бита применяемая не по назначению давно сталось одним из символов криминала 1 статья сообщает что трапезы людовика 14 прозвали рабскими в одно из слов предыдущего предложения должно влезть еще несколько букв какие так должно влезть это подсказка какая-то рабскими раб ли зи анскими раб что так лизиан лизиан да должно быть али влезть лизиан влезть и лизиан да али влезть лизиан влезть такая база нужна под у меня нет у вас есть это хорошо оконат датлинг добрый вечер обле французский писатель у него были облорки каргантюга и понтик гриуэль а раблезиан скими типа рабле господи я просто слова не понял еще что за раблезиан скими да много ели это я знаю это единство правильный ответ с утятами даже если не знаете даже сочетание однозначно указывающие на корабле к 40 годам король фактически лишился зубов но умеренном еде не стал трапезы ледовика сравнивали с приемами пищи обжор великанов из сатирического романа француза рабле и патта гриуэль и поэтому позвали их раблезиан с есть подсказка и по смыслу и по пропущенным буквам вопрос номер 35 в одной постановке он попросил принести местное растение однако ему не повезло так как растение попалось нетипичное и испортила проповедь назовите его имя что в том что святой патрик я в чат пишу так патрик клевер клевер типа трехлистный клевер как на клевере объяснял про троицу блин офигеть но ребят вопрос хорошие ну то есть они реально тормоз они очень ну как говорят вот несложно для меня очень сложные но они как минимум хорошие вроде логичные понятные не все правда но большинство попался повезло подсказка весь клевер 400 и 3 листа редкости везуха и на блин суть столько тут ключей офигеть ладно сейчас будем в чгк ворошиловы играть вот вы там послушай эти ключи которых нет вчерашнюю читку сократили что я в работе или просто патрик считается что с помощью три листника патрик объяснял ирландцам суть христианской веры святой говорил так же как три листа могут расти от одного стебля так и бог может быть едины в трех лицах а в постановке четырехлистный клевер не принес удачу и испортил рассказ вопрос номер 36 подельник передает отправляющемуся в европу герою вьет хань нгуена дорогой подарок для их общего начальника герою кажется что подельник с его подергивающим ся носом и жидкими усишками и сам похож на зверька ответьте точно что дарит персонаж вьетнамец об этом золотая звезда у меня только пока приходит на ум сыр подельник подергивающий нос жидкие усишки сам похож на зверька да ну блин зачем зачем вьетнамцу отправляющимися в европу давать сыр в подарок начальнику сушки вьетнамский сыр может быть потому что вьетнам же был а нет французы там были во вьетнаме кофе 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 лучше но кофе вьетнамский кофе любак а его там тоже как это работает кофе любак но вот это дорогой подарок ну кто-то как то такое животное да его ест нам ферментирует французы везде были секунд да 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 дорогой это левак правильный ответ кофе копия любак я не успел прошедшие ферментирование желудков мусанга дорогой подарок который можно принес тела ребят герой книги недолюбливает своего сообщника и видят в его внешности черты животного ну слушайте сколько понятно но чуть блин но могут не зачитать да сторонники объединения не находили поддержки среди простого народа ответьте точно да историки объясняют это тем что джузеппе мадзини конфликтовал с другим влиятельным человеком а его мадзинисты поминали только как революционера назовите его время грибальди грибальди да ребят кофе не засчитают нам к сожалению это я ступил я просто в шоке иисуса как революционера чиполлина чиполлина тоже хорошо чиполлина чиполлину мы но он не человек а нет блин напишу чиполлина не знаю как пишется там правильно чиполлина подсказка поминали может реально иисус блин пишу иисус 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 христос написал Стоит ли ему сражаться в гражданской войне против своих родственников? Хришна напоминает ему о колесе времени, в котором у каждого существа есть свой путь, после чего Арджуна решает биться и побеждает. Известное произведение 1990-х годов основано еще и на Бхагавад-Гите. Назовите это произведение. Время. Король лев 100%. Да, кстати, там же был какой-то, да, движ типа Междуусобица? Хорошо. Тарас Бульба. Так. Нет, как будто король лев подходит хорошо. Ребята, сорян, что я иногда не успеваю в вашей версии записать или что-то написать. Я просто пока в шоке. В общем, мне надо освоиться. Королев, смесь Бхагавад, Гитта и Гамлета. А на чем основываешь свои мультики ты? Хорошо. 15 секунд. Капитан на спорте, какая вообще нервная миссия? Он отвечает за все косяки. Это нормально. А я полностью готов отвечать, но пока не могу нормально функционировать. Правильный ответ – король лев. Хорошо. В короле Львием Симба, сын короля Муфасы, сбегает от своей судьбы и не желает биться со своим дядей Шрамом, узурпировавшим трон. Обезьяна и дух его отца напоминают ему о круге жизни, вечном круговороте во вселенной, в котором у каждого животного есть предназначение, и Симба все же побеждает и становится королем. Помимо упомянутого эпоса, культовый король лев, имеющий огромное число фанатов, основан и на Гамлете. Все прочитано. Все прочитано. Вопрос номер 39. В задаче, созданной в 1960-х годах, он символизирует корабль «Восток». Его цель – обойти и светлую, и темную сторону Земли. И в конце победоносно вернуться. Его просторичное название – родственно фамилии ученого. Какого ученого? Время. Он дали, не знаю. Брит, чувак, господи. Королев. Королева. Его. Он символизирует король тогда. Король должен обойти все клетки. Ход коня. Королев красивый. Король. Король, да? А как? Нет. Какого ученого? Королев. Ребят, а просторечное название короля? Точнее, какое не просторечное название короля? Да, вот как раз Гулгамиго то же самое спрашивает. Может быть, какой-нибудь перць, ладья? Ферзь, перць, перць, перць должен обойти. Офицер. Какой ученый? Офицеров? Я не знаю, что ли, что, 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 что. Я не знаю. Ферзь в народе королева. А-а-а. Правильный ответ. Сергея Павловича Королева. Речь идет о шахматной задаче. Белый ферзь символизирует корабль восток. А в центре доски расположены остальные белые фигуры, освещенная сторона Земли, и черные фигуры, темная сторона Земли. Нехорошо назвать ферзя королевой. Королев – выдающийся космический деятель. Окей. Вопрос номер сорок. Некоторое время первооткрыватели отождествляли Перу с библейским афиром, откуда царю Соломону доставляли ценный материал. Однако это предположение отвергли, поскольку в Перу не водятся они. Назовите его коротким словом. Время. Слон. Слон. Так. Слон, слоновая кость. А-а-а. А-а-а. Идал яну. Спасибо, что пояснили. Слон. Типа доставляли слоновую кость, а потом выяснилось, что там слонов не бывает. Без были шахматы только что. Да. Наш слоняры. Хе-хе-хе. О-о-о. Афир на Красном море. Ну, в общем, похоже, это был последний вопрос, да, нашей игры? Сейчас будем в ЧКК играть. Да, четыре буквы максимум. Все так. Все так. 15 секунд. Перу золото. Россия, Родина, слонов. Правильный ответ. Слон. Хорош. Согласно Библии, из Афира Соломона доставляли золото, серебро и слоновую кость. Однако слоны в Перу не водятся. Крутия. Напомню, что завтра в 8 вечера онлайн будет игра снова в школу. Ссылки на билеты в наших социальных сетях. Сейчас результаты Матрицы за сезон. Третье место. Дважды два. Второе место команда повезло. Крутия, любовь к царям Соломона. Прекрасно. Прекрасно. Результаты сквозного зачета. Так, короче. Как вы оцените пакет вопросов? Ну, пакет хороший. Он объективно хороший, как мне кажется. Диджи Бетафор, доброй вам ночи. Хорошая вам завтра пятница. И в скорейших выходных. Так, как вы оцените организацию игрового процесса? Ну, все нормально. Мне очень нравится. Очень удобная форма отправки. Италяна, доброй ночи. Ребята, сейчас будем в ЧКК играть. Кто с нами остается? Словно очень просто капец. Ведусь, что это в порядке. Все нормально. Сейчас результаты кубка. Сейчас они повезут на экране. Ну, я думаю, можно отключаться. Не знаю, победители сейчас покажутся. Результаты игры. Вот они. Давай. Итак, результаты кубка. Где суперфинал-двиги? Для меня это такая же интрига, как и для вас. Так. Ладно, давайте досмотрим. Сейчас будем играть. Ну, давай. Третье место. Команда. Зайчатки разум. Нет, здесь не было матры. Здесь вообще никаких матры. Здесь просто херачат друг за другом вопрос о спортивном. ЧГК. Команда ждет два и заняли третье место в кубке. А забывай, да? Да. Сейчас не пришли результаты. Чтобы я даже знал. Спасибо. Бывает матрица. А матрица вроде в самом начале, да? Она вроде там даже баллы как-то не влияет на баллы. Айстерия и со счетом 4-9, точнее 9-4 победила команда Айстерия. Айстерия. Итак, результаты кубка. Третье место Зайчатки разума, второе место Сандалии и на первом месте команда Айстерия. А теперь сквозной зачет. Итак. Третье место. 29 правильных ответов и 308 показатель рейтинга – это PSVRT. На втором месте 29 правильных ответов и 317 показатель рейтинга – это 2х2. И на первом месте 33 правильных ответа – команда Айстерия. 33 правильных ответа и 40 – это сильно. И это прямо. Начнем с осенний сезон. Так. Здесь же. А. Сейчас. Где там ответа можно посмотреть. Ссылка на таблицу. Блин, зачем делать музыку и ЧГК? Я вот это не понимаю. Вот такое. Все, так. Результаты игры недоступны. Спасибо. Что за... Дайте мне результаты игры. Таблицы игры. О. Так. А на нас типа решили просто не считать? Вы что, ребят? Вы не за счет работает не так. Вы не за счет это вас... Не понял. Ну, это не их музыка, но это как бы полная ассоциация и отсылка к ЧГК, и это как бы, ну... А, мы не все в том месте, не хераси. Нет, ну нормас. Нормас. Как бы я понимаю, когда ты просто берешь какую-то музыку, когда ты берешь все музыкальные композиции из ЧГК, но это прямо на троечку из десяти. Ну, типа, ребят, ведь раз... Зачем? Зачем просто? Ну, это странный кайп, но нужно свой какой-то брендинг делать, а не будут подражать. Ну, хер знает, короче. Так. Ну, что? 28 баллов. Ну, нормас, нормас. Для первого раза я просто вахер, я тут еще 2-3 вопроса закосячил, так что мы бы, по сути, были бы вместе на втором. Ну, нормас. Ну, жестко. Ну, вот я один раз ходил на Сихрон ЧГК, вот там в таком же формате 33 вопроса задают, просто вот друг за другом, ну там с какими-то небольшими перерывами. И я такой, типа, блин, я больше не пойду. Вот. И, в общем, здесь, ну, как бы на стримчике нормально поиграть, еще посидеть. Но ради вот этого вот я бы не пошел бы куда-то, там, команду собирать, ехать куда-то, вот, и страдать там, ну, его нахрен. Смотрите, кофе. А, дайте посмотрим, Иисуса нам засчитали или нет. Господи, самое сложное в 60 секундах, это найти на их сайте то, что тебе нужно. И это просто нереально. Я пару раз пытался зарегаться, ты гуглишь что-то, тебе выдает там, не тот, не тот сайт, не та страница, в общем, что-то, что-то бездумно сложно. Еще эти 50 лик, и ты просто плывешь. Вот, короче, нужно побольше IQ иметь, чем у меня, чтобы вот сходу разбираться. Вау! Вау! Оанна, спасибо вам большое! Спасибо! Спасибо большое за поддержку. 500, отбили треть игры. Большое вам спасибо. Рад, что вам понравилось. Так. Сейчас, ребятки, сейчас. Я хочу найти, засчитали ли нам, во, моя ответа. Это, чтобы их крюк не нашел. Да. Так, Иисус. Не, Иисус нам не засчитали. Кофе не засчитали, это уже плюс 2. Ну, это прям, типа, мои косяки. Остальное, были ответы, но мы их просто не приняли. Ну, в смысле, я их не записал, и, в общем, не это. Но вот это вот чисто два моих косяка, причем подряд. Кофе и Иисус. Ну, ладно. В следующий раз буду лучше готов. Ну, да, были бы тогда на втором месте чистым. Норматься, ребят. По-моему, клево. Ну, что, ЧКК-шечка, давайте. Дайте это, я хоть как-то себя проявлю, а то силу нет. Сижу тут, страдаю. Так, убираю клавиатуру. Иисус, можно подать апелляцию. Его просто не засчитали автоматом. А-а-а. А вот это, типа, апелляция? Ну, ладно, мы не будем уж это... Итак, не за чем играем. Ну, нормас, ребят, нормас. Мы молодцы. Так, вы молодцы. А я рядом сидел. Так, сейчас все, я вывожу ЧКК. ЧКК. Так, так. Добавить захват окна. Написал бы Иса, зачли бы. Согласен. Хорошо, хорошо. Иса или Иса, я не помню. Ну, в общем, я понял, это Коранин, так, как пророк Иса. Так, сюда. Чуть-чуть реорганизуем. Так, все, заканчиваем. Вы знаете на YouTube? YouTube, спасибо, что были с нами. Напишите свою реакцию и свои комментарии. Все. Сейчас будем играть ЧКК.